здравствуйте друзья хочу вам сегодня поделиться с вами своим новым поступлением это примус айвокер g53 g53s особенность этого примуса в том что он сделан из нержавейки вернее бачок его сделан из нержавейки вот что сказать в сравнении с примусом и пиджи которым я вам рассказывал про который в прошлом ролике на самом-то деле это один и тот же примус абсолютно одинаковый и пиджи примус немного ранее в китае продавался под брендом айвокер g53 точно такая же марка это g53s с бачком из нержавейки вот и все горелка краники конструкция насоса все все абсолютно одинаково это не стоит на взаимозаменяемые без всяких проблем то есть здесь абсолютно одинаковые прямо видно по исполнению что это сделано все на одном и том же заводе никакой разницы нету кроме бачка бачок здесь из нержавеющей стали и никаких наклеек нету где скажем есть наклейка с инструкцией на русском языке кстати может кому-то даже понравится очень смотрится неплохо единственно что я боюсь что со временем может все таки отвалиться вот а здесь лазерная гравировка но все по-китайски тут маркировка вот так что касается качество качество вот если прям придираться то вот у примуса с нержавейки даже вот если вы перфекционист не знаю видно вам или нет но вот даже тут на штамповке бачка видна какая-то микроскопическая волна в некоторых местах а тут кстати более дешевый примус все сделано идеально вот тут прям ни швов ничего все завальцовочка аккуратненько вот прям вообще ничего не придраться вообще ничего не придраться здесь вот все таки если уж так присматриваться на моем экземпляре по крайней мере можно сомпризации кто-то скажет что тут есть резиночка резиночка для того чтобы там ставить удобней на самом деле нет резиночка здесь другого она не для вас сделана она сделана для того чтобы скрыть сварочные швы просто есть на они расположены на виду и пытается просто не закрыли это резиночкой сделали такую поставочку просто и закрыли так что никаких особенно преимуществ вот таких явных у этого примус перед этим нету ну если можно только сказать что в два раза дороже почти ровно в два раза дороже из бочком нержавейки можно было подумать что здесь типа краска и это ненадежно а это нержавейка это надежно на самом-то деле пока я не вижу никаких проблем с краской то есть пока то есть повторюсь хорошая долговечная термостойкая то есть не так как были шмели советские покрашены которые там а в воздух краска слезает здесь нет из краска совершенно больше года его нашу ключ болтается там что-то еще там вместе с ним сумочки болтается никаких особо повреждений лакокрасочное покрытие я не вижу вот но хотя в теории допускаю до что со временем где-то что-то может быть краска где-то может там наклейка отойдется время не знаю но пока тут вообще претензий к покраске никаких нету то смотрится он хорошо вот и вы в уме держите что он в два раза дешевле два раза дешевле поэтому какого-то особого смысла вот переплачивать за этот если вы там обычный пользователь просто то но не знает просто если вам просто если вам нравится главная причина купить примус из нержавейки чтобы вам больше нравится просто внешне многие спросят какая причина была покупки у меня почему я купил точно такой же примус более дорогой когда есть у меня примус на который я совершенно не жалуюсь попробую объяснить что мной двигало но во первых было интересно попробовать все-таки это впервые пример я вижу так примус из нержавейки который продается доступные относительно вот во вторых моя мысль была в чем что в теории стали из нержавейки ну конечно зависит от марки стали этом но все-таки у нее теплопроводность несколько раз ниже чем теплопроводность углеродистой войскопрочной стали соответственно я предполагаю что при длительном использовании там жаркую погоду когда долго на нем готовишь что бачок будет меньше нагреваться у него вот это еще предстоит испытать проверить ну вот мне морально хочется чтобы все-таки иметь некоторый запас по перегреву бачка хотя повторюсь люди уже испытывали ничего страшного собственно не происходит но греется бачок греется там давление создается но если вы не перекачивать и ничего там страшного не происходит то есть но морально хочется иметь некоторые запаса защиту от лишнего перегрева все-таки нержавейка по идее не должна так сильно перегреваться как обычную сталь к тому же на не окрашенная как бы лучше охлаждается вот время покажет что касается работы то прекрасно он работает точно также точно также запускается создается нагрев что касается качество изготовления других частей то я тоже не вижу никаких преимуществ у этого более дорогого примус даже более того вот в комплекте с примус моей пиджи всегда идет минимальный zip ну здесь zip только такие вот простейшие там прокладочки ну то что требуется с этим примусом более дорогим zip не идет вернее он идет но уже за дополнительные деньги он более серьезный тут много больше запчастей но за него нужно доплатить а если вы не доплачиваете к зипа нет тоже как бы не странно сумочка у этого примуса конечно поприличный мешочек но на самом деле мне кажется не так не тот элемент и ради которого стоит переплачивать так что друзья мои выбирать вам примус равноценное из нержавейки повторюсь если вам просто больше нравится нержавейкой вы можете позволить себе переплатить ну наверно да можно переплатить еще одна причина кстати которая может быть полезна при покупке примус за нержавейки то что все таки даже с годами там не должно быть никаких следов окисления в бачке и если вы там туда-сюда переливаете бензин то есть там туда потом обратно в бутылку в конце сезона там или после похода не должно быть никаких по идее взвесе я таки не попользовался много раз просто переливаешь бензин но видно в начинает появляться бензинчики какая-то взвесь я так понимаю что это вымывается из бачка какие-то там минимальные следы окисления то в прямой связи нержавейки по идее такого быть не должно но тоже уже опыт использования покажет посмотрим в общем все все что хотел сказать всего доброго всем пока